Папой, вот и с папой, с мамой. Трехмесячный Эмиль купается в поцелуях и во внимании. Он в семье Зариповых из села Большие Ключи Первенец. Родился Эмиль 1 января, а уже в феврале правительство республики начало выплаты молодым мамам села за первого и третьего ребенка. Для Зариповых прибавка в 50 тысяч к семейному бюджету стала приятным сюрпризом. Мы еще пока никуда их не потратили, но естественно потратим их на ребенка. Нам вот сейчас нужна летняя коляска. Купим ребенку коляску. Сейчас уже у нас ребенок растет не по дням, а по часам. Из одежды уже он вырастает у нас. И игрушки нужно будет. Пока мама давала интервью, папу Эмиль вывел на прогулку. Он у него работает парковщиком. Вместе односельчане, молодые родители уже со школьной скамьи. Уезжать мы не собираемся пока. В деревне родились, в деревне живем. Свежий воздух. В город поесть чудом. Получить выплаты в республике могут женщины, проживающие на селе не меньше трех лет. Программа имеет сразу два направления. Поддержка молодых семей и остановка оттока сельского населения. В прошлом году у нас родилась тенденция идет к увеличению. Семь детей родилось. В этом году уже за два месяца двое появились младенцев. Но сейчас в настоящее время тенденция, что молодежь остается здесь. И у них есть все условия для жизни в деревне. Кроме школы, в больших ключах действует и детский сад. Сейчас в нем 96 малышей. При этом еще год назад здесь было на 11 детей меньше. И это при условии, что первая выплата маме из села по новой программе была только месяц назад в Лаишевском районе. Так, если сегодня на селе проживает каждый четвертый татарстанец, то в скором времени, возможно, эта цифра вырастет. Уж больно заманчивые выплаты. Слова Тухмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Зеленодольский район.